В Омске студентов-заочников заставляют переводиться на дневную форму обучения, речь об учащихся на фармацевтическом факультете в Медицинской академии. Такое решение приняло Министерство образования и науки России, чтобы будущие специалисты были лучше подготовлены, и они должны обучаться только очно. Решение понятное, но как быть тем, кто поступил в ВУЗ из других городов и просто не в состоянии посещать занятия или не может заплатить в три раза больше за обучение, продолжит Елизавета Василевич. Екатерина – студентка 4-го курса Омского медуниверситета по специальности «Формация». Девушка выбрала заочную форму обучения, чтобы уделять время семье и работать, поэтому перевестись на дневное отделение пока не готова. Во-первых, семья, дети, работа. То есть у меня полный рабочий день с 9 до 6. Мне придется как-то это совмещать. Это очень неудобно. В планах не было. То есть если бы я могла учиться очно, я бы, конечно, сразу же поступила на очное отделение. Многие студенты приехали учиться на фармацевтов в Омск из других городов и иностранных государств. В Омском медуниверситете три года назад перестали принимать студентов на заочку. Однако сложности сейчас все равно возникли. Если у 5-го и 6-го курсов план обучения особо не поменяется, то у 4-го, который сейчас учится дистанционно, может быть гораздо тяжелее. Изменится требование к посещаемости. Мы будем стараться, например, организовать перевод этих студентов, уходящих от нас, в те вузы, которые географически ближе расположены. Может быть те, в которых сохраняется вот эта вечерняя очно-заочная форма обучения, потому что заочного обучения не останется ни у кого. Сейчас Омский медуниверситет пытается найти легальный механизм, позволяющий не повышать стоимость обучения для студентов, которых придется перевести на очную форму. Но гарантий нет. Стоимость обучения в год может возрасти в три раза. В Новосибирске студентам фармфакультета повезло больше. Здесь заочной формы обучения нет. Есть очно-заочная. И доучиться на ней разрешается по закону. Постоянно находиться на лекциях не надо. Обязательны лишь онлайн-консультации и практика. Декан факультета здесь считает, что заочная форма в принципе неприемлема для медиков. Непосредственно отработку практических навыков, которые в медицине не отменить, это естественно лабораторные экзаменационные сессии. То есть когда студент работает руками, выполняет лабораторные работы, отрабатывает навыки. На тренажерах, в модельной аптеке, готовит лекарства. То есть вот такие навыки заочной, конечно, пройти нельзя. Похоже, что именно на этот аргумент и опирались в Миноборнауке России. Главная претензия к качеству образования выпускников заочных отделений. По этой же причине не так давно предлагали закрыть заочные формы по специальности юриспруденция и экономика. Впрочем, вероятность того, что будущим фармацевтам дадут закончить обучение по той форме, на которую они поступали, все-таки есть. Насколько мне известно, Минздрав России сейчас обратился в Миноборнауке с тем, чтобы такая возможность ребятам была предоставлена. И изменения в приказ были внесены. Новый министр образования и науки Ольга Васильева с этим согласилась. Поэтому ребятам разослали предупреждение в соответствии с действующим стандартам. Но есть все шансы, что эта глупость будет исправлена. Эксперты считают, качество образования не должно зависеть от его формы. Ведь всех студентов готовят в соответствии с единым образовательным стандартом. И если интерес к специальности с введением нового указа не станет меньше, то вот с кадрами, особенно в сельской местности, вполне могут возникнуть проблемы. Елизавета Васильевич, Анатолий Серов, Константин Демиденко, Мария Черешнева. Новости здесь, Омск.